В 1982 году СССР в течение 7 часов ввел ядерную войну против США. Что это было? Ну никто об этом не знает, Павел? Какая ядерная война? Да, это было 18 июня 1982 года. Было выпущено несколько ракет. Сначала баллистических ракет под таким названием УР-100, затем была выпущена ракета средней дальности Пионер и баллистические ракеты с атомной подводной лодки. И более того, затем еще по ним были выпущены две антиракеты, попытались сами сбить свои ракеты. И из Байконура был в то же самое время запущен спутник-истребитель «Космос-1375». То есть мы ударили по США, нажали на кнопку, ракеты полетели, самые настоящие ракеты, правильно? Да, но это не по США, это, конечно, по Камчатке были цели. Американцы не знали, куда эти ракеты летят. Это все проходило в рамках больших учений стран организации Варшавского договора с 14 по 18 июня. Шлите учения, вот пять дней, и в последний день были запущены ракеты, чтобы попугать США. Это было сделано в рамках психологического противостояния между СССР и США, начавшегося в 1981 году. Тогда американцы приняли план, который назывался ПСИО, это так называемая психологическая война, которая заключалась в том, чтобы противника, своего противника, это, конечно, СССР, ну и вообще странная организация Варшавского договора, изводить имитации нападения. Что такое имитация нападения? Это, например, когда несколько дней подряд у вас самолеты-разведчики, стратегические бомбардировщики, что было очень важно, и прочая авиация, например, летает вдоль границ ваших, беспрерывно. Вдоль границ по Белому морю, по Балтийскому, по Тихому океану, по южной части Советского Союза. Иногда входит ваше воздушное пространство. И это длится часами, днями и неделями. Второе, это изводить большими военно-морскими эскадрами. Первая такая эскадра прошла в 83-м году. Это было 83 корабля, которые включали в себя корабли США, Канады, Англии и Норвегии. Они прошли от Исландии наше Баренцево море, причем оказались незамеченными нашими разведательными службами. Шли в полном радиомолчании, гасили радиосигналы, и несколько кораблей вошли в Баренцево море, к Кольскому полуострову. Показали этим, что наша радиолокационная система имеет дыры. И мы не знали, что думать. И еще более мощные были учения в том же году около Камчатки. Учения американского флота с авианосцами, с авиацией. И максимальная точка приближения была 650 километров от Петропавловска-Камчатского. И наши военные командования не знают, что делать. Вот возьмите, просто поставьте себя на место генштаба, у вас летят бомбардировщики, подлетают, ну, например, к Калининграду или к Петербургу в нескольких сотнях километров. Ничто не стоит выпустить ракету и начать ядерную войну, потому что бомбардировщики несут ядерные ракеты в том числе. И Советский Союз решил вот в 1982 году смоделировать такую же ситуацию в отношении США. Давай сделаем так, что выпустим ракеты, американцы не будут знать, и мы потом часть ракет собьем или просто перенаправим на Камчатку. И вот все это было в планах такой психологической войны двух сторон. С советской стороны разработчиком этого плана был маршал Агарков, это глава генерального штаба, заместитель министра обороны в то время. Он был приверженцем вообще превентивного удара по странам НАТО по Европе, чем был, ну, как в Америке считали, печально знаменит. Он начал разрабатывать этот план с 1979 года, в 1981-1982 году. Этот план, ну, достиг, я бы сказал, апогея, когда Америка начала с приходом Рейгана вот эти вот игры по границам Советского Союза. И Агарков был уверен, что Америка при Рейгане рано или поздно начнет войну. И разработал план, что нужно наступать превентивно на Западную Европу. Вот те самые, когда сейчас говорят, что наши танковые колонны должны были выйти к Ла-Маншу за неделю, вот это примерно соответствует истине, и разработано было Генштабом. Ну, естественно, первыми решиться на такую войну психологически было тяжело. И для этого был разработан план спецслужб, который в американской аббревиатуре назывался РИАН, ну, а нас его называли план по предвращению войны. Он заключался в чем? В том, что были активизированы все агенты КГБ и ГРУ. Это была редкая операция, когда вместе действовали агенты двух спецслужб. Они должны были наблюдать по всей Западной Европе за приготовлениями к войне, как они считали, что, например, таким приготовлением будет массовая сдача донорами крови. Вот наш агент реально должен был стоять, дежурить у донорских пунктов где-нибудь в Западной Германии или в Англии, и смотреть, не идут ли массовые люди сдавать кровь. Считалось, что вот перед началом войны, там за 2-3 недели будут собирать кровь. Или, например, массовый забой скота. Считалось, что перед войной будут забивать скот, складывать его в холодильнике под землей на случай войны. И вот наши агенты, сотни агентов должны были наблюдать за такими действиями. И считалось, что как только это все начнется, значит, это будет примерно за 2 недели до начала войны, мы выступаем нашими танковыми колоннами в Европу. И более того, как Агарков считал, что мы можем применить и ограниченные удары ядерным оружием тактическим, ну, такой небольшой мощности, до 100 килотонн, ну, чтобы вам было понятно, 20-30 килотонн от примерно Хиросимы и Нагасаки. Он считал, что ничего страшного, если мы 3-4 города европейских разрушим ядерными ударами, американцы в ответ должны бить ведь ядерным оружием по Европе. И он считал, что американцы никогда этого не сделают. Ради спасения Европы, если мы ее займем, американцы никогда не ударят. Вот по Москве могут ударить, по Ташкенту, по Екатеринбургу, на Свердловску, а по Европе не ударят. Наши части будут стоять в Париже, в Лондоне, в Риме, Берлине, в Западном и там в Бонне. И, соответственно, мы вот таким способом выиграем войну. Итак, летом 1982 года мы решили попугать Соединенные Штаты. Выпустили уже ракеты, и, смотри, я не уточнил, а потом попытались их сбить сами, да? Да, да, две противоракеты, сбили сами, да. Еще и показали, что мы можем сбивать и ракеты, и одновременно показали Америке нашу мощь. И, с другой стороны, это было предохранение, ну, считалось, может быть, от каких-то отклонений от траектории. Потому что, если бы атомная ракета упала где-нибудь в Тихом океане, подняла бы цунами, в общем, было бы плохо всем, и Америке, и нам в том числе. И мир стоял, да, на пороге, вот, 1982, 1983, 1984 год, на пороге войны. Агарков носил этот план Брежневу, но вот до самой кончины Брежнева, до конца 1982 года, уверял Леонида Ильича, ну, быть готовым вот к этому превентивному удару. Носил его и Андропову, как раз, когда началась эта операция, Риан. Но с приходом Черненко, вот когда мы говорим, что новое мышление появилось, появилось, на самом деле, даже не при Горбачево, а чуть раньше, это осень 1984 года при Черненко. В сентябре 1984 года Агарков был снят со своих постов с понижением должности, отправили руководить там одним из военных округов. И именно как раз осень 1984 года Горбачев едет на Сматриной в Лондон, и еще и Черненко жив, никакой перестройки нет, до перестройки полгода. Но внутри Советского Союза уже созрело убеждение, что такими методами мы, ну, победить, во-первых, невозможно, а во-вторых, невозможно выдержать экономически и психологически, что нужно применять дипломатические способы для предотвращения войны. Как раз тогда Громыко стал говорить, что все, американцы с нами отказываются говорить. Впервые в нашей истории даже не было в самом начале Холодной войны, в конце 40-х годов, когда прекратились почти полностью все дипломатические контакты, и Громыко, такой вот зубр советской дипломатии, мистер Нет, все равно понял, что надо идти на дипломатические переговоры. — Уточни, после пуска ракет, как отреагировали американцы? Что было? — Американцы отреагировали, конечно же, негативным способом. Они поняли, что СССР готов к войне, что не только Америка готова к войне, но и СССР готов к войне. Американцы это восприняли так, что мы сейчас в ответ с советским лидером сделаем еще более грубое, я бы так сказал, предложение или грубые нападки. В марте 83-го года, вот напомню, учение июнь 82-го, в марте 83-го года Рейган официально объявляет о программе «Стратегическая оборонная инициатива», а разведка стала доносить как раз уже и осенью 82-го года, что американцы разрабатывают космическое оружие, что, в общем, запустят сотни спутников, которые будут сбивать наши ракеты и одновременно еще и атаковать эти спутники лазерным оружием. То есть для американцев это был такой новый вызов. А наши думали, что это образумит американцев, что Рейган начнет тоже какие-то переговоры, Рейган откажется размещать ракеты «Першинг» в Западной Германии. Сейчас уже, ну, молодые люди-то не помнят, и вообще многие забыли о том, что, ну, такой основной камень преткновения между США и СССР в то время, это были ракеты «Першинг» в Западной Германии, ракеты средней дальности. Ракета тогда бы долетала до Москвы за 4-6 минут. Вот атомная ракета, ну, межбаллистическая ракета из США летит 20 минут, а из Западной Германии 4-6 минут всего лишь. И наши средства ПВО просто не успевали бы отреагировать на запуск этих ракет. Просто люди, ну, совсем, грубо говоря, не успевали бы добежать до каких-то кнопок, там, одновременно позвонить, отдать какой-то приказ. За 20 минут успевали, а за 4 минуты нет. И причем «Першинг» был нацелен не на уничтожение городов, как прежняя такая стратегия американская, уничтожим 20 городов, основные точки, а «Першинг» был нацелен на то, чтобы уничтожить пусковые установки нашей ракеты, ударить превентивно, чтобы мы не могли выпустить свои ядерные ракеты. И это казалось еще страшнее, что они уничтожат ни Москву, ни Ленинград, а уничтожат средства нашего ответа, наше ядерное оружие. Это повергло, конечно, в шок наше руководство. Можно ли сказать, что вот после 1982 года мы постепенно из-за этого инцидента начали, ну, будем честны, проигрывать холодную войну? Да, да, именно об этом, кстати, говорил Агарков потом позднее, его слова «Нью-Йорк Таймс» приводило в 1992 году, чтобы вот тогда-то он и понял, что мы начинаем экономически уступать Америке. Дословно его фраза «В Америке теперь каждый малыш с компьютером, а у нас компьютеры есть и не в каждом офисе в Министерстве обороны». Что мы вот после этого случая... Ну и плюс странные действия нового руководства, в том числе Горбачева, правильно я понимаю? Да, да. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист.